всем привет привет мои хорошие привет мои дорогие привет мои золотые ну что аленка на кухне вчера у нас продуктивный день был мы ловили солнечные лучи и рыбку ловили и шпас ловили и удачу ловили короче все в одном флаконе словили 60 селёдинок поймали чему мы очень-очень рады особенно дня поехали взяли карты с собой у на взяли поиграем посидим отдохнем а там в четыре руки как начали ловить эту рыбу я только успевала ее в кан складывать так что рыбка еще есть рыбка еще ловится но вот маленького вот этого вот маленькую рыбку оказывается это не дорж а бычок меня подправит поправил один молодой человек может молодой а опытный в рыбалке что это бычок был так эти бычки всегда такие маленькие вот только не пойму я не набирала в интернете не задавалась этим вопросом но был прямо игрушечные таких прямо даже наверное жалко жарить и вообще все на свете поэтому мы выпустили и он быстренько быстренько к себе домой в норку ускользнул в речку вот но я сегодня хочу константин позвонил как лена сделать что-нибудь жидкого жидкого давно уже не было и я хочу борщ оля украинский сделать сейчас я вам покажу мне кто-то писал в комментариях да ты борщи варить не умеешь еще не умеешь варить но вот будем учиться раз не умеем я вот поставила такую маленькую кастрюлечку купила черепушечку сейчас я здесь зажарю лучок зажарю свеколку и оставлю ее да и когда уже у меня в посуде mc сварится борщ я тогда добавлю этот в готовую добавлю свою свеколку и добавлю лучок пережаренный но думаю так сохранить цвет этой свеклы потому что посуда mc очень хорошо и быстро все варит разваривает и видимо там такая температура кипения ой 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 и поэтому мои борщи становятся не красные а бордовые а я хочу добиться вот такого свекольного цвета ну что мои хорошие поехали будем работать будем делать я уже маленькие заготовки сделала для посуда mc теперь будем работать с вами вот не знаю может мне и это оставить потому что у меня есть мяско вот оно отошло уже не замороженное буду уложить все капризы выполняю моих поваров и хочу добиться тоже результата от себя лично и вот сейчас мы с вами пережарим по добавим сальцом пережарим вы жарится потом лучок светлую я уже слава богу додумалась порезать руки от мыла не охота из-за одной свеклы перчатки знаете перчатки понятное дело что одноразовые но они у меня такие хорошие что я что должна на перчатку на свеклу перчатку на фарш перчатку на булочки ну короче где можно обойтись без перчатки я делаю без перчатки они тоже сейчас стоят денег никто их нам не раздают одноразовые перчатки бесплатно в аптеках не раздают поэтому экономика должна быть экономной это я уже лучок тоже сверху посыплю и укропчик все мелкие приготовления я сделала сейчас ручок за уложим сюда помните я сама покупала так вот там не сало а мясо тонким слоем и я где смогла уже как смогла там вообще по обобралу и вот так у меня получилось сейчас мы его немножко пожарим потушим свеколку засунем все сделаем пока я капусточку покрошу потому что посылка очень выставали интересно вот я как-то рассказывала да про эту капусту какой у меня казус про и произошел я знаю прекрасно что это капуста дорого сейчас стала стоить и оказывается девочки не написали что в каждом магазине она стоит один магазин а в ценнике по-разному на какой земле как это они так реагируют у нас 279 стоит капуста вы знаете неужели они думают что аренцбург такой богатый что и можно такие цену уставлять у кого-то капуста написано ойра 99 у кого-то еще одна цена но у нас в нашем магазине самая дорогая 279 остроносая капуста неужели они даже вот этот маркетинг их не это высматривают у этого что раз покупают за 279 значит пойдет раз не покупает ставит луфка на какой-то земле в я же не знаю где девочки живут они не рассказывают мне раз у них не прокатывает по 279 а полуэра 99 они берут ее сразу уже сразу уменьшают в цене неужели наша земля я не знаю не могу ее выговорить постоянно ну короче пригород в неужели он такой богатый считается народ здесь живет богатый кто-то меня спрашивал вы чё шутите 880 стоит ваша четырехкомнатная квартира да еще в мухасранске да что такое аренцбург он что берлин что ли или там франкфурт на майне чтобы по 880 делать такие цены я не шучу 160 162 ой рассвет 162 168 и 880 квартира 1000 40 уходит только на жилье на обслуживание помимо интернетов помимо всего-всего гэц и всякой всякой дрянь да еще дополнительно за 880 ну типа в центре берлина можно взять квартиру можно и у нас в нашем мухасранске варенцбурге тоже можно взять за 880 а потому что жилья нет и они такие цены делают у нас такой большой гибит у нас все квартиры заняты нету квартир я знаю людей хороших людей девочки ищут квартиру семьи ищут квартиру семьи ищут квартиру а их нету уже готовые за 880 взять а нету не дает никто ничего нет все отказывают во первых делают там термин если ты прошла на термин тебя позвали на термин там не приведи господь по 12 семей приходит естественно у них есть вариант кого выбрать получше кто платежеспособность смотрят у кого фестфер трак на работе у кого там еще что ну много-много всяких прибамбасов они конечно тоже защищают себя чтобы не остаться в просад до запустил людей а потом платить нечем лаптем же ты не придешь и не пахнешь на стол да и не скажешь что у меня денег нету тут мерляй каждый месяц 880 ты можешь не платить только потом за год ты не рассчитаешься даже за два месяца то уже не догонишь такие суммы суммы растут с баслословной скоростью и вот как то вот не знаю ксения вчера смотрела в мусоре по моему 7 или 8 квартир сдается четырехкомнатные по 750 четырехкомнатные 750 но там что там нет работы я о чем говорю всегда что в мусоре нет работы это хорошо если у тебя есть аузбильдинг магазин до продавцом или ты сделал аузбильдинг эти хаус автохаусы да или ты этот меха мехатроникир да там требуются эти люди а если ты простой работяга где ищешь работу то только нашего шарайка в мусоре больше ничего нет но еще вот между мусором и золь то у хари брод туда тоже всех берут потому что хлебобулочные изделия никогда не закончится да их никогда не закончится потребление покуда люди будут есть оттуда и будет хлеба и брод работать хлебобулочные эти только так поэтому там и цены такие работать тайне где людям ну или в бундесверт что еще лучше сразу тебе военно обязанного припишут и все на свете припишут и ты будешь сидеть как на иголках работают мальчишки работают у артемки друзья работают им нравится и в гундесвере нравится пока никого не трогают никуда не отправляют нравится конечно чушь не нравится зарплата стабильная они уже туда после аузбильдингов пришли сидят в кабинетиках работают не носятся там с этими с автоматами да на танках не раскатывают это хорошая работа прекрасная много там уже людей работает потому что негде работать но это нужно они контрактники они заключают контракт сразу на 9 лет по моему первостепенное 9 лет надо отпахать а потом только ты будешь свободен и вот у нас бундесвера очень много у нас бы были квартиры еще меньше стоили в цене мы за свою квартиру и вот наташа за свою квартиру до последнего времени пока игрен штук не сделали добавили цену потому что я кошка прорубили это дрэвис до денежки отдал за это заплатил и глюн штук такой большой под окном она по моему 700 платила за такую квартиру 700 вот а мы за курятник 880 и это а так она платила 550 как ему 550 за такую квартиру мы платили потому что сейчас и бундесвер прибавился и хотят все жить оседлый образ жизни а то они издалека приезжали в казармах жили а сейчас они себе здесь квартирки берут потому что они дешевые по их деньгам дешевые может быть они оплачиваются бундесвером мы ж не знаем всех этих тонкостей и квартиры поднялись в цене а так вся молодежь кто такой сделал хороший аузбильдум они все оттуда бегут там я говорю очень хорошо жить бабушкам дедушкам на пенсии тишина спокойствие никуда не надо денежки тратить не на автобусы все быстро все доступно три шпаркасы значит магазины на каждом углу парковки большие что мне нравится в монстре какие там парковки никаких паркшайнов не надо ничего сейчас построили виду виду магазин новый там альди перестроили магазин там такие парковки паркуйся не хочу здесь же в францбурге что он это что в этом вальди приедешь все малисюсенька парковочный этот не положил пришел с магазина тебе уже штраф 35 но короче люди крутятся вертятся как говорится из ничего лепят чего да чтоб только бабки 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 денежки денежки сейчас все перешло на денежки все отношения все абсолютно я много шорт делаю всяких таких чтоб прочитал и задумался да мы мысли вслух называется это мои мысли вслух я там ищу я там значит в этих журналах газетах вычитываю что-то высматриваю и эти мысли вслух вам шортс говорю значит под музыку ну читаете не говорю пишу вот под музыку и правильно пишут что неужели весь достаток это дорогая шуба шикарный телефон дорогие кроссовки или там не знаю шикарная машина это что смысл жизни всей да дело случая и у тебя может этого ничего не быть а ты так и не пожил ни для родственников ни для друзей у тебя нет общения дружеского никакого я многих вообще не понимаю как так живут ты да я дамы с тобой я не такая я не могу я не могу я не могу у меня ватсап у меня одноклассники у меня абсолютно все я такая занята я Максим подойдет если мама замолчала и зашла свой это то все маму не трогать и во первых я сосредотачиваюсь я не могу от фонаря что-то писать мне нужно прочитать и ответить и тогда я конечно все я тогда зависают не зря же говорят зашла в интернет на час вышла на вторые сутки так и здесь но у меня все конечно не до такой степени запущена потому что у меня семья но бывает 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 столько накопится всего и в одноклассниках вопросы и ответы и везде и всюду и в инстаграме короче много у меня работы работы не початый край так ну что мои хорошие вот такая у меня уже заправочка получилось мне осталось положить не хочу чеснок мой не хочу чеснок пережаривать я сейчас вот это вот все готовенькое у меня уже да я сюда сейчас сниму с плиты и добавлю еще чесночок жареный чеснок не переношу почему-то стала не переносить хотя раньше любила в маслецо положу чесночок сначала а потом например мяско а сейчас не могу видимо все уже печеночка переполнена или селезеночка переполнена всеми этими ядствами и она дает сбой все снимаем это все вот мы с вами значит маленько чесночка положим такого маленько посыпем чесночка красного посыпем перчика красный черный белый я не такой гурман который отличаю на чем чем красный перец от черного не знаю как вы а я не все она еще постоит настоится запах конечно обалденный все поджарилась все прожарилась все пусть стоит и ждет своей участи а мы с вами дорогие мои сейчас я уже поставила кастрюльку свою любимую сейчас она у нас сделаем полностью нищимный суп потому что мы же с вами уже все зажарились ну что можно все зажарили все поджарили поэтому сейчас мы просто все сложим с зальем водичкой все это у нас готово здесь у нас морковка и лучок добавляем добавляем промытое мясо здесь она была на косточке вот опять такое мясо купили power 179 было 2 2 штучки здесь она была на косточке косточку я удалила промытая картошка водички нужно добавлять два пальчика от края и вот мы сегодня вот такую баланду будем варить а то люди говорят жир побородите киот едите всякую ерунду ну вот что сегодня я услышу от вас от кулинаров настоящих так а соль закрыл выключилась ничего то иногда берет выключается видео саму соль готова красный жгучий перчик готов и его работа крышка ставим на 10 минут все теперь у нас свобода юрий деточки вот так и мне 10 минут будет все варится поставила на 10 пусть 10 потому что ничего не зажарила ничего не прожаривала пусть будет 10 хуже не будет точно а а и и и у нас еще замороженные крылышки есть и достала белое куриное мясо и сегодня сделаю ее наггетсы так мороженое конкретно еще вот можно не крылышки просто белое мясо делать также в чипсах очень вкусно получается крылышки остались крылышки последние вы представляете целую коробку покупали но я с родителями делюсь всегда они у меня тут видите уже все порезаны мы купили коробку и обязательно угощаем родители они нас угощают всегда всем а мы вот только когда едем на куреную фабрику только тогда можем что-то себе позволить их чем-то угостить потому что покупаем коробку там по-моему 5 килограмм крылышек 12 или 14 евро не знаю врать не буду это надо смотреть на чек а я на него не смотрю и вот такие крылышки и вот такие кусочки белого мяса мы с вами сейчас замаринуем в этих чипсах какую хотите маринад какой любите не смотрите на меня что я добавляю до любите без маринада сухие сделайте простые мгновенные сухие не любите маринада может быть нельзя людям всякое же может быть да острое нельзя перец нельзя паприку нельзя столько людей столько и проблем да и всего на свете поэтому под одну гребел гребенку невозможно до всех мерить не могу сказать я не люблю обобщать сказать все у всех плохо потому что у меня сейчас да такая тяжелая идет жизнь кто-то себе припеваючи ездит на курорты кто-то себе припеваючи ездит рассматривать все города и села кто-то покупает себе дорогие машины кто-то покупает себе дорогие мотоциклы так ой точно мой господи даже соврать нельзя поэтому почему я должна говорить то что живите как я думайте как я ешьте как я я сегодня делаю такое да и многие девочки уже говорят Алёна стали делать твою еду очень вкусное очень прекрасное очень доступное не надо ни о чем думать там знаете некоторые такого на месяц вроде покажут один баклажан а к этому баклажану столько еще нужно всего а у тебя его в холодильнике нет значит приходится баклажаны есть просто так жарить в духовке с морковкой и вот как мы с Ксенией любим салат это наш любимый кстати у меня есть баклажан и морковка у меня есть и салат мы делали на Пасху а уже сколько дней прошло после Пасхи неделя завтра родительский день так ведь а то я в прошлое в прошлый вторник ошиблась но сейчас погода говорят хорошая я маленько с вами сейчас в Красноярске в Сибири очень погода хорошая 24 градуса я с девочками со своими переписываюсь всегда и на даче люди уже и помидорки под укровной высаживают и все высаживают и картошечку уже люди посадили и на даче люди уже работают конкретно работают хорошо работают потому что дача это все сколько бы ты денег не получал а свой натурпродукт никто не отменял это же как у нас говорят лекошмека это же вкус совсем другой той же редиски или того же помидора я выращивала на даче свои огурцы и мои знакомые родственники помнят эти колюченькие огурчики как мы их хрумкали какой у них был вкус а помидоры разреждаешь а внутри мякоть не дырочки такие с прожилками такими не прокусить помидоры которые растут за один месяц а настоящий помидор его берешь ешь и ощущаешь вкус помидора настоящего мы такое уже забыли даже на базаре мне кажется на базаре ничего нету такого земли который баур сам вырастил без всяких добавок пошел давай вот так все мы это проходили у нас лет 10 наверное дача была шикарная 10 соток банька была значит печечка была мы сложили себе печечку и варили там картошечку кругленькую своя картошка была даже картошка мы садили 10 луночек и даже картошку выкапываешь она совсем другая она знаете как в России была адретта мы садили желтенькую адретту она прям такая прямо слоится вот так как рассыпчатая и она рассыпчатая ну ладно мне уже все равно сказали что я безграмотная деревня поэтому уже что я тут буду кривить душой деревня и прямо такими шурпиночками идет круглая чищенная картошечка а ее достаешь она совсем другая не как здесь в магазине а горох какой вкусный все садила и горох садила и клубнику садила и огурцы и помидоры и петрушка а укроп садите укроп в теплице он любит тепло ему не нужно солнце он на солнце сохнет ему нужно обыкновенное тепло и влага у нас укроп рос как на дрожжах до того красавчик был укроп а вообще укроп в Германии не растет не хочет расти я уже его из Красноярска привозила у меня подружка занималась семенами в Гекуле она мне и укроп такой и значит этот семечками такими тмин и что она мне только не давала садила одна былинка такая худесенько худесенько растет и никаких от нее даже оторвать нечего одна палочка и соцветия наверху вот садите укроп в теплицу не бойтесь он ничего не делает ни огурцам ни помидорам может наоборот еще пользу принесет не будет у вас там мурашей не будет у вас там ничего потому что мураши это переносчики вот этих вот яиц когда эти огурчики сворачиваются листики поднимешь листочек а там все в яйцах таких зелененьких меленьких меленьких это все мураши переносят все приносят мураши достаточно одного двух мурашей я читала про них я много с ними боролась и они у себя они как клещи да они даже сами не замечают эти вот яйца переносятся как клещи на них впитываются и ему достаточно один раз по огурцу пробежать оставить одно яйцо и все и забыли про огурцы они начинают скручиваться они начинают расти плохо ну короче гибнут их нужно тогда что-то там замешивается ой я месила и простоквашу и сыворотку и что-то там еще там такие замесы делаются ну натуральные да чтобы химию то пошел да купил а огурец потом как будешь есть оно же все в землю попадет как ты будешь есть химию а вот чтобы настоящее натуральное там что-то и кефиры добавляла и что-то еще делала иногда если зайдет мураш один одного достаточно мураша все помидоры еще как-то не так помидоры не боятся этих мурашей а огурчики боятся все вчера идем ну не знаю у меня разговорный канал поэтому я могу разговаривать кому не нравится это все перелистывайте вчера идем с речки и ползет такой слизень это как улитка без ножек такая с двумя рожками ползет Ксения говорит ой я боюсь ее я говорю вот эти вот значит улитки без ножек они очень любят шнеки их у нас называют они очень любят огурчики молоденькие большой огурец им видимо уже не по силу съесть а я садила в бочке огурцы вот еще какой вариант для этих для огородчиков в бочку посадил огурцы они вот так растут растут и на бочечку падают из бочечки потом огурчики то растут и собирать можно я еще ставила дуги две они еще на дуги так заходили а потом по бочечке идут ой красота неописуемая огурцы растут шикарно но слизни эти шнеки умудрялись на бочку залазить я приду нет моих огурцов я их на окошке выращу посажу прихожу нет моих огурцов так я потом бочку стекловатой обматывала столько приладушек столько всего если у вас есть слизни купите стекловату обложите хотя бы маленький клочок земли около себя или обтяните эту бочку там или что у вас такое что съедается ее вот так обвяжите этой стекловатой отрежьте кусок и обвяжите ее на веревочку ни одного шнеки не будет у них очень нежная брюшка я сыпала соль я сыпала что только не сыпала сыпала все натуральное чтоб не сделать больно огурцу и у них сильно-сильно нежная брюшка и они ни стекловату ни соль если они проползут медленно к огурчику и наберут вот этой соли они потом гибнут они прямо сохнут прям там сохнут день-два я приду но я каждый день приходила утром и вечером открывала закрывала я за ними следила еще пуще чем за своими детьми слежу и вот я там жила я люблю это я деревенская девка я все это наблюдаю я приду кофейка попью с птичками поговорю это был такой шик это была такая дача девочки кто знает отзовитесь напишите кто были у меня на даче и помяните мою дачу хорошим словом сколько праздников сколько вечеров сколько всяких встреч мы делали дача большая гуляй не хочу да поэтому 10 соток была дача и в бане мы мылись и баньку мы топили и все мы делали не сауна а банька прям была но мы не мылись там да у нас был тазик красивенький деревянненький у нас был ковшичек деревянненький и мы могли этим ковшичкам только поддавать пар а сами естественно сами дома надо мыться да они у меня на даче с мылом там с щетками и совсем на свете вот и у нас она была а-ля сауна банька ну естественно конечно можно было и лицо горячо да в бане мы любили горячую баню один раз к нам приехали гости мы их так любим мы их так уважаем ценим и пошли значит я милиса внучка маленькая еще была лет 7 наверное и было и эта девочка значит на ней семья семья из двух детей и вот эта девочка и она такая говорит зашла в баню говорит ой тетя Алена у вас так жарко жарче чем в Турции ой мы так потом смеялись жарче чем в Турции и вот постоянно мы там у нас и камин был мы там ночевали с пятницы по воскресеньям ну просто такие хорошие воспоминания о лете да о погоде шикарной уезжали прям ну кого уезжали мы на велосипедах в пригороде этого было мунстера мы уезжали с пятницы по воскресенья ни телефончиков ни телевизоров батут палатка скакалка классики значит у нас была тарзанка на тополе ролики шмолики большая была поляна около дачи волейбол футбол вот мы чем занимались мы жили настоящей российской жизнью а не та жизнь которая со школы пришел на кровать лег и телефон или интернет или игры стрелялки которые ожесточают сейчас детей почему они сейчас становятся такими жестокими ну короче маленько поговорила с вами не знаю понравится вам этот разговор и мои воспоминания но они очень теплые каждому человеку кто приезжал ко мне на дачу кто приходил из родственников и знакомых с россией приезжали мы на даче это болтались общались и батуты у детей и эти бассейны накачивали ну все кто знают моя дача была открыта для всех и всегда и душа моя открыта если в нее потом не плюют ну что осталось пять минут пять минут я проболтала с вами пять минут осталось вариться моим щам-борщам это мы сейчас с вами накроем досточкой время уже пол первого надо жарить чтобы в духовочке чуть-чуть минут пятнадцать этому мясу хватит постоять настояться и мы дальше с вами будем работать с вами заготовки чипсики дырочку надо сделать небольшую чтоб воздух выходил и колосочком хотите колосочком хотите этой тесто-каталкой чем хотите вот он наша заготовочка чипсовая все ждем все готов запипикала выключаем полностью размешиваем и вот моя рабочая крышка все 10 минут все у нас готово а с мы с вами будем заводить духовку значит мы будем с вами делать и баклажанчики свои и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ставим тоже в духовку Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok К нашим чикенам Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok свекла готовая вот она кастрюля она доходит в крышке и потом пока не упадет на ноль здесь такие есть специальные показатели пока не упадет на ноль вот это вот штучка не откроется все принцип тот же скороварки пароварки но еще посильнее и побыстрее я тоже супы здесь варю в мультиварке за 20 минут ни один суп так не сварится я варю варю ем и пока еще слава богу никто не помер дай бог не помрет от моей еды потому что за еду меня хвалят и родственники и знакомые все абсолютно хвалят что я вкусно варю я без хвастовства я говорю что я разговариваю с вами как со своими родными людьми но многие видят подоплеку у многих знаете как в глазу к и герды да когда разбила стекло на мелкие осколки и каю попала в глаз попал в глаз осколок и он стал видеть все наоборот он стал видеть то чего никогда и никто не видел жестокость стала у кая как он эти розы как он эту бабушку как он эту герду как он их там всяко разно да не заразно так и многие люди видимо им еще 100 и детской сказки когда-то тоже попала осколок в глаз а возможно в сердце попал осколок и человека уже не изменить там-то в сказке герда боролась за него и со своими слезками этими чудодейственными до пробила его сердечко пробило его все на свете внутренностью пробила а тут есть люди непробиваемые вообще никак и не по какому если что-то смотрят обязательно что-то найдут и найдут то что ищут не то что я показываю то что они ищут то они найдут в любом в любом видео у любого блогера 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 я уже запуталась а в этих названиях они каждый день новые и новые придумывают но без разницы на контенте на этом который человек вам делает с душой создает его думает что-то потом это все вместе в кучечку собирает с разных с разных с разных этих вот набитной наделанных своих отрывочков чтоб не было там стыков чтоб не было там а я там разделение всяких а человек это видит он видит подоплеку везде а где-то я там то-то не сказала удержала а может сказала да обрезала а я-то вижу наш там не договорила нам что-то не доделала сколько людей столько и жизни да мы не можем заставить мы не можем прожить ту жизнь которую они живут мы не можем влезть в их шкуру мы не можем даже им сказать что ты чё такой-то ну вот как я зубатюсь да иногда я говорю что я бываю зубатая я могу даже не заметить как напасть и это вот я такая еще есть у нас одна блогерша которая тоже воюет с такими живот хейтерами хакерами как их только не назови они все равно люди люди-человеки а человеческого ничего нету один облик скорее всего каждого подти под вас не заточишь у каждого своя жизнь каждого своя голова на плече а голова нам дана не для того чтоб шапку носить или чтоб корона давила на голову голова чтобы думать соображать в голове то все основное мозги без мозгов никак тяжело без мозгов когда их нет вот горшок пустой вот горшок пустой он никуда не денется и вот тому горшок пустой и вот тому горшок пустой гораздо выше ценится вспомнили мультик про горшок пустой Гораздо сейчас выше ценится горшок пустой Не попрешь А Винни-Пух в 71-м году пел эту песню Так что, Иванушки-дурачки И было у отца три сына Старший умный был детина Средний был и так и сяк Младший вовсе был дурак Все это жизненное, жизненное Только тот, кто был дурак Потом стал умным, красавцем И на коне верхом Поэтому Тут не угадаешь, да? Где найдешь, а где потеряешь Все, мои хорошие На этой нотке я с вами заканчиваю Сейчас я аккуратненько Слышите звон? Это у меня кастрюля так уже отходит Говорит мне, что можно меня уже открывать Я сейчас молча скину свеколку Закрою ее, она у меня еще будет доходить Пока Константин не придет А с вами я прощаюсь Будьте добрее И люди к вам потянутся И люди будут намного добрее к вам относиться Жестокий мир сейчас Это так сложно Но неуправляемый мир становится Берегите себя и своих ближних Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok